Священное место для военнослужащих находится по улице Дзержинского, 7. Эта точка на карте была одной из тех, где в первые дни войны проходили самые жаркие сопротивления. В их число вошла Брестская крепость и железнодорожный вокзал. В настоящее время о подвиге и мужестве защитников комиссариата свидетельствует памятная доска и ежегодное торжественное мероприятие, которое проводят военнослужащие, чтобы не забыть о тех суровых испытаниях. Сотрудники военного комиссариата 22 июня во главе с первым военным комиссаром, майором Стофеевым Михаилом Яковлевичем, приняли свой первый бой. Фашисты не могли сломить сопротивление с помощью стрелкового оружия. И для того, чтобы уничтожить гарнизон военного комиссариата, пришлось подогнать артиллерийское орудие. Только после того, как артиллерийское орудие нанесло несколько поражающих выстрелов, сопротивление было сломлено, майор Стофеев был ранен, и фашисты ворвали здание военного комиссариата. Под звуки военного оркестра прошло торжественное построение и возложение цветов к мереальной доске защитникам военного комиссариата. Сегодня в белорусской армии всезначимые мероприятия подготовки войск не проходят без участия военных комиссариатов. Более 20 лет военкоматы являются основой слагаемого военной организацией нашего государства территориальной обороны. Кроме того, в центре внимания военного комиссариата находятся вопросы и военно-патриотического воспитания молодежи. Сегодня, к сожалению, тех людей, которые стояли у истоков, практически не осталось. И, к сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны осталось очень мало. И поэтому все те знания, вся та память, которая сегодня есть у действующих военнослужащих, мы обязаны просто передавать новым поколениям, для того, чтобы эта память жила, для того, чтобы традиции продолжались, чтобы в ближайшем будущем, да и в дальнейшем, такого горя, какое испытал наш народ в годы Великой Отечественной войны, не повторилось. В настоящее время, сохраняя традиции, коллектив военного комиссариата Брестской области удерживает лидирующие позиции в республике. В основе таких результатов – кропотливый труд всего коллектива области.